Продолжение следует... В целом, за последние 40 лет эволюция определенная прошла, хоть и надо сказать, что она не слишком большой путь пройдена, и не так много препаратов было новых появилось в нашей клинической практике по сравнению с другими опухолями, но тем не менее, если мы посмотрим на палитру уже последних лет, то у нас есть из чего выбирать. Но в целом химиотерапия остается основой лечения рака мочевого пузыря, именно платина, содержащая химиотерапию, и за последние 40 лет показатели эти с трудом удается перешагнуть. Почему платина стандарт? Ну, эти слайды, я думаю, что вы многие уже видели, слышали, и в целом по своей клинической практике это понятно, что это терапия, которая обеспечивает хороший контроль над заболеванием у этих опухолей. И у порядка 60-80% пациентов удается достичь какого-то регресса опухоли или стабилизации. Однако, если мы посмотрим на показатели выживаемости, то они оставляют желать лучшего, безусловно. Выживаемость без прогрессирования – это 6-8 месяцев, общая выживаемость от 9 месяцев до 1,5 лет. Эти цифры, конечно же, они не могут нас удовлетворять, и в целом мы, конечно, видим, что пациенты без какого-либо дополнительного лечения в первой линии, они достаточно быстро прогрессируют и погибают. Поэтому есть несколько подходов, как постараться продлить тот эффект химиотерапии, который мы можем достичь. Исследование «Дживлин-Бладер-100», о нем уже говорят последние, наверное, года 3, очень активно, и, наверное, уже все применяют эту опцию в своей рутинной практике. Это при достижении эффекта на химиотерапии переводят пациентов на поддержку авилумабом. Это исследование было позитивным. Вы видите, что, в принципе, как при использовании гемоцитабина с цисплатином, так и гемоцитабина с карбоплатином добавление авилумаба приводит к увеличению показателей выживаемости пациентов. И вот если мы посмотрим, как это было в 92-м году, двухлетняя выживаемость 20%, в 22-м году это уже почти 50%. Ну, казалось бы, все отлично, но давайте посмотрим на какую-то реальную картину того, что у нас есть. Ну, вот Мария Владимировна сегодня уже проводила опрос, сколько пациентов получают вторую линию лечения. Да на самом деле, если мы посмотрим, то не все пациенты и первую линию-то получают. Вот в международных базах данных порядка 30% пациентов только переходят на вторую линию. Если мы возьмем вообще российское исследование, которое вот единственное сделал Илья Валерьевич, то там и подавно меньше 15% пациентов доходят до второй линии лечения. То есть это очень низкие показатели. И когда мы говорим про вот концепцию поддерживающей терапии, она мне представляется следующим образом. То есть сначала пациент получил химиотерапию, а затем ему нужно дойти до своей иммунотерапии. Для этого ему нужно преодолеть какое-то препятствие, какую-то пропасть. Это пропасть, это, во-первых, сама по себе химиотерапия. Это токсичное лечение. Некоторые пациенты, они просто сходят, потому что они не могут выдержать это лечение. У них развиваются жизнеугрожающие осложнения. Ну, кроме того, некоторые пациенты, они просто прогрессируют за то время, пока мы проводим химиотерапию. То есть это те же самые, ну, там, порядка 10-15% пациентов. И, конечно, появились, скажем, мысли о том, что давайте сразу же комбинировать химиотерапию с иммунотерапией, не дожидаясь завершения химиотерапии, чтобы перевести его на поддержку. Ну, и вот есть несколько исследований. ВИГР-130, КИНО-361, исследования ДОНУП. Они изучали этот подход, и надо сказать, что они в целом по общей выживаемости оказались все негативны. Как это ни прискорбно. И эти на сегодняшний день подходы, комбинации изначальной химиотерапии с иммунотерапией по этим исследованиям не являются стандартом. Однако, тем не менее, то, о чем я уже говорил. Вот в исследовании ВИГР-130 посчитали частоту контроля заболевания на индукционной фазе. Оказалось, что у тех пациентов, которые получали только химиотерапию, прогрессирование случилось у 15% пациентов. Точнее, химио-иммунотерапия у 15% пациентов. А где только химиотерапия, там уже было почти 25%. То есть почти 10% разницы. То есть, да, это получается, что 10% пациентов, которые не получат свою иммунотерапию в поддержке, а только во второй линии. А вторая линия – это 17%, как мы только что узнали, получат. То есть на самом-то деле, все-таки возможно назначение сразу же химио-иммунного дуплета. Это и не так уж и плохая идея. Кроме того, в этом же исследовании было подгрупповой анализ, как жили пациенты, которые не спрогрессировали на вот этой индукционной фазе. То есть фактически такое искусственное выделение пациентов в группу, ну скажем, похожей популяции на дживелин-бладер-100. И оказалось, что здесь уже, например, химиотерапия с цисплатином, она приводит к увеличению общей выживаемости пациентов. Ну, 28 месяцев против 19. Достаточно серьезная прибавка мы видим. Ну и, кстати, с карбоплатином здесь динамики такой не оказалось. В целом эти пациенты живут несколько хуже. Таким образом, рождается концепция того, что все-таки начинать с химио-иммунотерапии не так уж и плохо. И, может быть, это самое оптимальное для пациентов, у которых есть возможность получить цисплатин. И вот в прошлом году на конгрессе ЭСМО были доложены результаты ЧЕКМЕ-901 по комбинации гемцитабина-цисплатина с неволумабом против просто комбинации гемцитабин-цисплатин. И вот дизайн этого исследования. Химиотерапия проводилась точно так же, по возможности, до 6 циклов, но допускалось и меньше их количество. И далее у той группы пациентов, которые получали комбинацию НИВА-ДЖИПИ, далее переходили на поддержку неволумаба. И здесь мы уже видим, показатель выживаемости действительно лучше в группе комбинированного лечения, причем значимо лучше. И, на мой взгляд, это лишний раз доказывает тот факт, что мы, наверное, чуть рано списали со всеми химио-иммунокомбинацию у этих пациентов. Часть пациентов 100% выиграют вот этой возможности, особенно те пациенты, у которых шанс получить, дожить до своей иммунотерапии крайне низок. Но я говорю как и о поддерживающей лечении, так и обо второй линии. Поэтому я думаю, что эта рекомендация, она доберется и до наших клинических рекомендаций. Пока что ее еще нет. Хотя в целом мы ее можем применять, но это, правда, будет оффлэйбл. Но как мы только что услышали оффлэйбл, то можно применять. Хирурги активно оперируют и выполняют те операции, которых нет в клинических рекомендациях. Что мешает нам проводить лечение, которое не в клинических рекомендациях, я тоже не вижу. Это возможно при, скажем, неком заключении комиссии врачебной или консилиума. И, на мой взгляд, участие пациентов мы это должны делать. Но вот частота объективного ответа тоже, вы видите, она отличается почти на 15%. Это значимые данные. Это говорит о том, что 15% пациентов, которые как раз получают только химиотерапию, они, в принципе, имеют меньше шансов получить иммунотерапию в своей жизни. Еще один препарат, который активно сейчас обсуждается, это иммуноконьюкат инфортумаб видатин. Но чуть подробнее о нем я расскажу, будет отдельный доклад. Но мы знаем, что он зарекомендовал себя для лечения в третьей и последующих линиях. Ну, в принципе, во второй тоже, если пациент, главное, получал до этого и химиотерапию, и иммуноонкологическую терапию. И решили изучить этот препарат, как он работает в первой линии, и скомбинировать его с пембролизумабом. Но эта комбинация надела шуму, потому что действительно результаты оказались ошеломительные. И это исследование EV302 или кенот A39. Здесь EV плюс пембролизумаб сравнивался с химиотерапией. Да, здесь, конечно, можно критиковать это исследование за то, что группа сравнения была субоптимальна. Это была не химия иммунотерапия, это была не химия с поддержкой после завершения химиотерапии. Но, тем не менее, исследование стартануло несколько раньше, до того, как были уже данные по исследованию Дживелин-Бладерстой и другим исследованиям. И что получили? Ну, вы видите, кривые расходятся просто феноменально. При медиане наблюдения 17 месяцев. Выживаемость без прогрессирования она составила больше года по сравнению с химиотерапией стандартной 6 месяцев. Ну и выживаемость общая она в группе EV плюс пембролизумаб составила 31,5 месяц. Но она еще может, эта цифра, измениться после того, как данные будут полностью созревшими. Были и подгрупповые анализы в зависимости от того, цисплатин эти пациенты получали или карпоплатин, содержащий химиотерапию. Высокий, низкий PDL во всех подгруппах эта комбинация была лучше. И, кроме того, и метастатическая нагрузка не так сильно влияла на выигрыш этой комбинации. Метастазы в печени. Мы знаем, что это крайне неблагоприятный прогноз для пациентов. И, тем менее, мы видим 19 месяцев общей выживаемости в группе комбинации. Тогда как на химиотерапии это 10 месяцев. Лимфоузлы. Наоборот, нам кажется, что там опухолевая нагрузка не очень большая. И здесь не обязательно интенсифицировать лечение. Нет. И в этой группе пациентов интенсификация лечения, она сыграла свою роль. И пациенты выиграли от назначения этой комбинации. И в сегодняшних гайдлайнах, ну вот Максим Петрович это уже показывал, данная комбинация, она занимает первое место. Это категория номер один, потому что это демонстрирует наилучшие результаты из тех, что у нас есть. Пока что в нашей стране этой комбинации еще нет. Но сам препарат у нас зарегистрирован. Не знаю, кстати, он вообще доступен или нет. Мне кажется, что он так еще пока что в нашей стране, но в таком уже широком использовании недоступен. Только вот те, кто могли его попробовать в рамках клинических исследований. Но тем менее это, безусловно, произойдет. Это то будущее, которое изменит наши подходы к лечению этих пациентов. Безусловно, спектр токсичности у этого препарата, он особенный. Там и кожные проявления, и офтальмологические проявления, и эндокринологические проявления есть. И нейропатия более существенная даже, чем при применении платиносодержащей химиотерапии. Это то, к чему, может быть, мы не так сильно привыкли, когда мы работаем с этими пациентами. Но, безусловно, опыт, широкое применение, накопление данных о том, как лучше купировать эти осложнения, обучение специалистов и самих себя, и смежного профиля, в конце концов, приведет к тому, что мы, может быть, в меньшей степени будем бояться этих осложнений. Хотя, конечно, когда знакомишься с данными по этим осложнениям, то это все выглядит достаточно пока что так неожиданно. Это менее контролируемая токсичность по сравнению с химиотерапией. Плюс химиотерапия в том смысле, что мы четко знаем, когда какое осложнение развивается, как с ним бороться, и в целом мы можем это все предсказать. Конечно, когда мы работаем с более новыми молекулами, тем более с иммуноконьюгатами, здесь несколько сложнее. Ну и, кроме того, иммунотерапия сама по себе тоже может вносить некий вклад в токсичность. Ну и вот гайдлайн, который выглядит на сегодняшний день так, это европейский гайдлайн. Он представлен следующим образом. На первом месте у любых пациентов, отобранных и неотобранных, применяются комбинации МФРТУМАП, ВИДАТИН плюс ПЕМБРОЛИЗУМАП. И далее уже вторая, третья линия. Если же у нас эта комбинация недоступна по той или иной причине, и, кстати, в рекомендациях об этом указывается, что эта комбинация может быть недоступна, то мы пациентов классическим образом разделяем на цисплатин подлежащих и неподлежащих. Если этот пациент подходит для терапии цисплатином, то, опять-таки, здесь у нас есть возможность назначить сразу же иммунотерапию в комбинации с GP. НИВОЛУМАП плюс GP, ЧИКМЕЙ-901, исследование позитивное. И, на мой взгляд, у некоторых пациентов эта комбинация имеет право на жизнь, и ее нужно применять. Несмотря на то, что мы активно, вот лично я в своей практике активно применяю поддерживающую терапию, критерии Гальского, подходит пациент по терапии либо цисплатином, либо карбоплатином при достижении эффекта поддержка ВИЛУМАБом. Если пациент прогрессирует, классика второй линии – это иммунотерапия, и уже далее идут различные другие препараты. Спасибо за внимание. Большое спасибо. И все же гемцис НИВО или поддержка ВИЛУМАБом вот в генеральной совокупности и даже, допустим, возьмем цисплатин подходящих больных. Спасибо большое. Я на самом деле считаю, что нету как таковой генеральной совокупности за пределами статей, которые мы читаем. В реальной жизни перед нами конкретный пациент. Он может не представлять генеральную совокупность, он может быть частью ее, он может быть с какими-то особенностями. Я все-таки за некую персонализацию. Если передо мной пациент с большой опухолевой нагрузкой, симптомный пациент, но который еще может перенести достаточно интенсивный режим лечения, я за то, чтобы назначить ему сразу. Мы повысим частоту объективного ответа. Мы можем сделать так, что пациент будет получать свою поддержку, ну пусть это будет НИВОЛУМАБ после завершения химиотерапии. Если же мы, ну как бы разница 15% мы в исследовании по частоте объективного ответа. Потому что вот именно у таких пациентов, где мы сомневаемся, дойдет, не дойдет пациент до какой-то следующей линии лечения, на мой взгляд, имеет смысл начинать сразу с химио-иммунотерапии. Наверное, у большинства пациентов это будет поддержка. Меня единственное, что смущает в исследовании ЧПМ-901, ну во-первых, потому что контрольная группа не получала НИВОЛУМАБ, это раз. Во-вторых, если смотреть на кривые выживаемости, они идут практически вровень до момента примерно 4-5 месяца, когда заканчивается химиотерапия, дальше кривые расходятся. И, видимо, уже на этом этапе НИВОЛУМАБ начинает оказывать свой эффект в качестве, ну, того самого же поддерживающего агента. А группа комбинированной химиотерапии без иммунотерапии выигрыша явно не получат, потому что, ну, получается обособленной в неком смысле. Хотя, с другой стороны, безусловно, 15% объективного ответа – это тоже та величина, за которую стоит биться. Действительно, наверное, ответа однозначного нет, но с учетом доступности препаратов и все-таки демонстрации эффекта ВИЛУМАБа в категории как цисплотинпригодных, так и непригодных больных, ну, по крайней мере, вот в нашем центре все-таки ставка будет сделана на ВИЛУМАБ поддержки. Спасибо. Я, в целом, наверное, соглашусь с этим подходом, но вот для некоторых пациентов это как вот было с комбинацией с отезолизумабом. Ну, когда она еще была более-менее легальна, сейчас уж она как-то совсем вышла из этого поля. Но, тем не менее, когда она была легальна, мы у нескольких пациентов попробовали, и у них мы видели хорошие ответы. Мы комбинировали именно с гемциз. Мы изначально не комбинировали с гемкарбо, потому что как-то, ну, эти пациенты… Ну, вот у цисплотина есть возможность, так скажем, переводить опухоль в горячее состояние, делать ее более иммуногенной. И мы видели хорошие ответы, и у меня как-то создалось такое позитивное ощущение вообще к самому подходу комбинирования химиотерапии и иммунотерапии. Ну, мы же это видим и при раке легкого, например. Ну, там же у нас нет такой концепции поддержки. Да, мы сразу начинаем, потому что рак легкого – агрессивное заболевание, пациент может, в конце концов, погибнуть на нашей химиотерапии. И здесь то же самое. Поэтому в целом у ряда пациентов, мне кажется, что можно пробовать, ну, смотреть. Марк Игоревич, маленькое такое уточнение. Все-таки в комбинации отеза и химиотерапии, опять-таки, возвращаясь к ПДЛ-тестированию, наилучшие результаты, я бы даже сказал бы, очень хорошие результаты, были именно в той подгруппе, где были гиперэкспрессоры. И вот эта комбинированная тропитом показала наилучшие результаты. Но у меня к вам вопрос другой. Неволумаб плюс гемциз при опухоли верхних мочеводящих путей. При опухолях верхних мочеводящих путей, но вы намекаете на то, что там чуть меньше выигрыш. Ну, или его вообще не было? Ну, конечно, персонализация нужна. И подгрупповые анализы нам для этого и даны, чтобы мы на основании них выбирали каких-то пациентов. И, конечно, в условиях, скажем, невозможности всем обеспечить все, мы будем выбирать. Но в целом в исследовании же в общей популяции, скажем, есть выигрыш от этой комбинации. Конечно, если копаться, то да, больше выиграют пациенты с опухолями мочевого пузыря. И все-таки сыроватая пока на данный момент схема Нива плюс гемциз для всего уротеля, я имею в виду, все-таки надо персонифицировать. Согласен. Спасибо. 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 Спасибо.